Всем респект, братва! С вами Мародёр 120 Гигабайт, и на днях вышла ожидаемая многими экшн-рпг от Capcom Dragons Dogma 2. Вышла и обосралась! Я тоже вместе с многими ждал эту игру. Не так давно я пытался играть в первую часть, и мне даже понравилось, но всё же она была слишком старенькой. Хотелось бы прям вот такого же приключения, но в современной обёртке. Поэтому я очень рад был анонсу второй части в своё время. И как же я разочаровался, когда в день анонса увидел у игры такие плохие отзывы. Сегодня мы с вами поговорим о том, насколько сильно и в чём конкретно просчитались Capcom. Поговорим о том, плохая ли это игра, посмотрим, что там с оптимизацией, донатом, и, конечно же, обсудим сюжет графиков и геймплей. Это снова будет нестандартный обзор, потому что я всё ещё считаю, что обзор надо делать только после полного прохождения, а игра ну просто огромная. Однако я провёл в игре более 20 часов, и я считаю, что этого вполне достаточно, чтобы сделать по ней необходимые выводы. Ставьте лайки этому видео, если оно вам понравится, и вас тоже манят сисечки без сосков. А также не забывайте подписываться на канал, если вы тут первый раз, и приходите к нам на Твич, и в Телегу. Жду там очень сильно самых активных. Хотя, в принципе, если вы пассивный, тоже приходите. Ну а мы, наконец, начинаем. Погнали! Итак, давайте для начала поговорим о том, что такое вообще Драгонс Догма, так как, по моему мнению, эта игра отличается от других представителей жанра экшн-рпг. Плюс первая часть вышла довольно-таки давно, и молодой люд, который, ну не так давно, как ваш покорный старый слуга играет в видеоигры, может и не знать, что это вообще такое. К тому же, первая и вторая части серии по своей сути отличаются очень мало. Видишь разницу? Нет. И я не вижу. А она есть. Если говорить кратко, то Драгонс Догма это экшн-рпг, где упор делается на боевую систему и исследование мира. И если вы сейчас подумали про Дарк Соус, то я могу вас понять, я был такой же. Но на самом деле, боевая система Драгонс Догмы очень далека от соусов и напоминает скорее Монстр Хантер, а тех же Капком. В том числе и сражениями с жирнющими, толстыми, огромными боссами. При этом, в отличие от Монханта, тут есть огромный открытый мир с кучей секретов и квестов. И он тоже совсем не похож на Дарк Соус. Он не такой мрачный, страшный и гораздо более открытый. В концепции открытого мира игра ближе скорее к Скайриму. Никаких знаков вопрос на карте нет. Работает схема типа «пошел хрен знает куда» и «нашел себе приключение на жопу». Разве что добавили щепоточку японской духоты, но об этом я расскажу чуть попозже. Среди других особенностей игры система пешек, которая делает эту РПГ в своем роде такой партийной. Игрок создает себе одного постоянного напарника пешку, которого тоже надо прокачивать, одевать и так далее. И может нанять двух пешек других игроков. Система очень интересная и является своего рода таким пассивным мультиплеером. О ней я, конечно же, тоже расскажу попозже. И вот этим вот всем игра привлекла меня еще в первой части. И я наиграл более 18 часов. Игра на самом деле отличная, но все же во многих аспектах она сильно устарела. А еще в нее прям просился кооператив. Поэтому когда заанонсили вторую часть, я решил дождаться уж ее. Помню, как посмотрев анонс, я подумал, ну все, теперь-то мы заживем. Сейчас они точно добавят кооператив, там, а современную графику. И все будет отлично, выйдет игра мечты. И все будет просто замечательно. Короче, ожидания были очень высокие. Ведь с релиза первой части прошло аж 12 лет. Технологии сильно поменялись. Я даже, прости меня, господи, оформил на игру предзаказ. Покайся, грешник! Покайся! Перед релизом в интернете ходила куча роликов из игры, где все ее хвалят, мол, там так весело, и даже детей в реку выбрасывать можно. Отчего этого мои ожидания только повышались. И вот 22 марта, день релиза. Я просыпаюсь, бегу к компу и вижу вот это. Огромное количество жалоб на игру. Люди пишут, что у игры просто ужасная оптимизация. Она не работает нормально даже на самых мощных ПК. Тоже говорить про слабые. В стиме игра получает оценки в основном отрицательные. Люди жалуются на анальный донат. Капком обосрались. Выпустили неиграбельный донатный кал. Какой ужас! Все очень-очень плохо! Сколько можно, еб твою мать, бля? Ну на самом деле не совсем. Сейчас я вам объясню, как у хорошей, по сути, игры могут быть такие хреновые отзывы. И начнем мы с оптимизации. Еще до того, как запустить игру, я прочел кучу негативных обзоров семей серии «У меня 40-90! И игра ужасно лагает! Да как-то возможно, у меня же суперкомпутер!» Однако меня немножко смущали отзывы людей с гораздо более слабыми ПК, которые писали, что в принципе, ну да, лагает, но все играбельно. Вполне в силе современных игровых релизов, которые походу больше никогда не будут выходить оптимизированными. Тут писал, что даже на 3060 умудрился настроить 60 фпс, например. Я вот вспоминал под релизное предупреждение, что игра очень требовательна к процессору, и для нее нужен бочный камень. Успокаивал себя тем, что в прошлом месяце как раз обновил ПК, и у меня-то на моем 14700KF в связке 48 точно все будет играбельно. А вот эти нищеброды пусть ноют. И вот на стриме я запускаю игру и получаю 20-30 фпс в стартовой локации. Так, ну я люблю 24 фпс, как бы. Кто там говорил, что хорошая самая оптимизация? Причем смена настройка особо ничего не решала. Я уже начал ругать всех тех, кто говорил, что у игры не все так плохо с оптимизацией, что, мол, у меня наебали. Так, ну лучше, сильно лучше не стало. Сильно лучше не стало, пацаны. Но потом я вспомнил одну маленькую деталь, что у меня вообще-то не обновлены драйвера для видеокарты. Особо ни на что не надеясь, я быстренько пошел их обновил, вернулся в игру и получил 60 фпс на максимальных настройках в 4К. Внимание, господа! Надо было просто обновить драйвер. Мораль всей басни такова. Обновляйте драйвера. Нет, не поймите меня, неправильно с оптимизацией в игре, конечно же, есть проблемы. В городе фпс на топовом железе все равно проседает там до 50. У кого-то случаются и вылеты, и зависания, есть и баги, конечно же. То есть это все тот же самый наборчик стандартный современный игровой релиз. Да, игру надо править, надо чинить и можно ругать. Но, ребята, не драматизируйте. Все совсем не так ужасно, как было, например, у того же Киберпанка на старте. Напоминаю, что играю я в 4К, включенном RTX, и все настройки у меня на максимуме, кроме теней. Они просто на высоких, почему-то они на максимуме прям вообще неадекватно работают. При этом картинка особо никак не меняется. И вот с такими настройками подавляющую часть времени я вижу 60 фпс. А только в городе, из-за того, что там большое количество NPC, и идет большая нагрузка на процессор, оно падает. Это плохо, согласен. Но ничего прямо такого ужасного, критичного и неиграбельного, как по мне. Хоть и заколебало, конечно, что у нас в современном мире из 10 крупных тайтлов только один выходит оптимизированным. Да и графика в игре как бы такая, что, ну, лагать тут особо нечему. Поэтому не думайте, что я пытаюсь оправдать капком и говорю, что в игре все хорошо с оптимизацией. Нет, я просто пытаюсь до вас донести реальное положение вещей. Оптимизация немного в жопе, но все вполне играбельно. Тем более на 40 серии видеокарты. Просто драйвера надо, ребятки, обновлять. Но есть еще другая, очень большая проблема, из-за которой игру сильно ругали. И это, друзья мои, анальный донат. Писали, что купить в игре можно буквально любой расходник. А если не хочешь покупать, то надо гриндить часами. А что самое ужасное, нельзя начать новую игру. Но если вдруг хочешь, то надо платить 2 бакса. И тут я хочу оговориться. В целом я, конечно, на стороне игроков. Донат в игре реально максимально наглый и его очень много. Однако что будет, если я вам скажу, что вот не меняй в игре ничего. И просто спрячет этот донат с глаз долой. И никто бы ничего не заметил. Никаких жалоб на саму игру бы вообще не было. И вот этот список, это просто такая жадность Капком на показ. А сама ситуация с донатом снова слишком драматизирована. И вот здесь давайте по порядку. Первое, на что я сам повелся, мол, в игре нельзя начать новую игру, не задонатив 2 бакса. Это неправда. Да, в игре есть очень тупой момент. Там нету в меню возможности начать новую игру. Также нет возможности в нескольких слотах разных создавать несколько разных персонажей. И да, это плохо. Тут Капком просчитались. Хотя в первой части тоже нельзя было создавать нескольких персонажей, но там была хотя бы возможность начать новую игру. Во второй же части, если вам очень уж хочется начать всё-таки новую игру, вы можете стереть своё сохранение вручную и таким образом начать игру заново. Капком уже осознали свою ошибку и пообещали добавить будущим возможности новой игры. Я правда не очень понимаю, почему вообще откуда эта идея, что новую игру нельзя начать, что это за бред, почему нельзя было сделать это сразу на старте. Быстренький апдейт. Я вот сейчас монтирую видео и зашёл в игру, а там появилась возможность начать новую игру. То есть Капком этот просчёт уже исправили. Но вернёмся к тому, что новая игра за 2 бакса это дезинформация. За 2 бакса в игре продаётся не возможность новой игры, а возможность смены облика персонажа. И это же можно делать за обычную валюту внутри игры. Теперь давайте обсудим остальной донат, потому что там такой ну приличный список конечно. Ещё раз скажу, я вообще не защищаю Капком. Да, они с таким списком откровенно охуели. Но не потому что превратили игру в донатную помойку, а потому что считают своих игроков такими тупыми и ленивыми, что продают им расходники, которые можно на изи найти или купить в игре на внутриигровую валюту, то есть золото. Причём не особо даже дорого. Я вообще не представляю, кто будет покупать вот это за реальные деньги и нахуя. Если вы думаете, что там какие-то гриндволы или они продают очень редкие предметы, это не так. Они продают то, что у меня после 20 часов в большом количестве уже есть в хранилище. И это учитывая то, что я не ставил себе цели найти эти предметы. И вот главный мой вопрос в том, зачем это всё надо было, как будто была цель не заработать денег, а подогреть жопы. Более того, подобный бред они проворачивают уже не первый раз. Они проделывали такое ранее с теми же Resident Evil'ами. Однако я считаю, что аргумент, ну вот тогда никто не бугуртил, а сейчас бугуртят, будто бы что-то поменялось. Но я тут отвечу, что возможно у людей просто закончилось терпение, и они устали от жадности Capcom. И вот здесь я хотел бы плавно перейти к тому, с чем Capcom реально обосрались. А обосрались они тем, что своим отношением к технической части, к своей аудитории, они просто испортили репутацию по сути очень хорошей игры. Игра действительно хорошая и дарит уникальный в своём роде игровой опыт. Она очень затягивает, и в неё прям хочется залипать. Давайте теперь обо всём по порядку, я расскажу вам про игру и свои первые впечатления. Графон в игре на самом деле не прям какой-то супер впечатляющий, а местами даже немножко устаревший. Однако общие впечатления скорее положительные. Единственное, я ещё раз повторюсь, что оптимизация в игре, конечно же, не соответствует уровню графики. Лагать тут по сути особо нечему, но имеем, что имеем. Если же говорить про графон в отрыве от оптимизации, то на мой вкус он чутка блекловат. Плюс за 20 часов я не могу сказать, что увидел какое-то огромное разнообразие игрового мира и локаций, каких-то различных биомов и тому подобного. Возможно в игре попозже будут какие-то новые биомы, я просто на них не дошёл. Если вдруг вы дошли, напишите пожалуйста об этом в комментариях, мне правда очень интересно, я буду вам очень благодарен за инфу. Ну а в остальном мне очень нравится, как выглядит, например, природа. Мне очень нравится дизайн боссов и рядовых врагов. Вообще сеттинг у игры такой вроде фэнтезийный, но с уклоном в реализм. Освещение в игре, особенно днём и где-нибудь в лесу, работает просто отлично, очень красиво. Ну вообще очень красиво. Вообще очень атмосферно пока всё выглядит, свет красивый. Нет, слушайте, очень красиво. Главный герой у нас так приятно выглядит и одет хорошо. Очень красиво, очень красиво. Ну как красиво, ребят, ну как красиво, ну прям картины, да? Здорово всё это выглядит. А вот ночью темно, как в жопе у Огра. В целом вся прелесть мира именно в том, что он пытается выглядеть максимально реалистично. И у него это получается, в него веришь. Но об этом мы поговорим чуть позже, когда подробнее затронем тему атмосферы и сеттинга. Насчёт анимации. Лицевые анимации просто ужасные. У главного героя немножко странная походка, но в остальном они скорее хорошие. Во время битв смотрится иногда немножко рвано, но ничего критичного. Эффекты же во время боёв выглядят по-настоящему круто. Это касается абсолютно всего и магии, и импакта от битвы. И если так подытожить, то эффекты, освещение и арт-дизайн сильные стороны игры. Если бы не хреновенькая для такого графона оптимизация, его можно было бы вполне себе хвалить. Теперь же давайте поговорим о сюжете и лоре игры. Это обычно очень важные элементы в РПГ, но не в Драгонс Догма. Но поймите мне правильно, сюжет тут вполне себе канает. Он выполняет свою функцию как надо, иногда даже что-то интересное в нём происходит. Есть какой-то уровень режиссуры и постановки, но это вообще не уровень Ведьмака или чего-то подобного. Да, сюжету здесь уделяется значительно больше внимания, чем в тех же Солсах, где сюжет абсолютно вторичен и можно ослаждаться игрой вообще не понимая, что вокруг происходит. Здесь же его побольше, но в целом не думайте про эту игру как про сюжетную. Если говорить про страстепенные квесты, то они оформлены чуть лучше, чем в ММО-РПГ играх. Но суть у них та же самая. Иди куда-то туда, что-то там возьми, что-то там принеси, а теперь спасибо большое пока. Capcom хоть и попытались какие-то истории вокруг этих побочных квестов сделать, но они как-то особо не запоминаются и не выделяются. Лично я за 20 часов не встретил каких-то прям суперинтересных побочек. Ну а основной сюжет, как по мне, выполняет здесь в основном функцию. Вот тебе задание, иди хрен пойми куда, по дороге что-то интересное с тобой произойдет. И в очередной раз я посетую на то, что у нас снова не мой главный герой. Я считаю, что в игре третьего лица это прям отстой полный, мне это совершенно не нравится. Я всегда ловлю дикий кринж, когда в катсценах герой молча ходит вокруг других персонажей и смотрит на них как даун, не знаю что сказать. И вот сейчас вы уже такие, ну блин, Артём, ну что-то как-то не похоже, что игра какая-то хорошая. Да, что-то графон какой-то не прям такой крутой, сюжет тоже не скажешь какой-то выдающийся. Что же в ней такого реально хорошего? И тут у меня для вас два аргумента. Атмосфера и геймплей. На атмосферу в игре работает сразу несколько вещей. Во-первых, это пресловутый сеттинг. Игра хоть и является фантазийной, смотрится очень реалистично. Как раз потому, что в ней не всё такое прям красочное и цветастое. А мир хоть и кажется немного однообразным, с точки зрения визуала при этом максимально напоминает наш собственный. Ну разве что Огров и Минотавров у нас тут не встретишь. Во-вторых, существа в мире живут своей жизнью. Монстры часто нападают на обычных разбойников, волки охотятся на кабанов. Два огромных босса могут столкнуться в схватке друг с другом. И помимо всего этого, жизнь в этом мире действительно кипит. Не бывает такого, что ты куда-то идёшь очень долго и никого не встретишь. Я говорю не только про очередную группу гоблин, в которых вы быстренько развалите. Я говорю и про других пешек, и про NPC, которые могут поделиться каким-то квестом. Вы можете набрести на пещеру, где разбойники прячут добычу, на одиночные хижины или фермы. В общем, мир тут работает очень похоже на Скайрим. В нём куча секретов, скрытых мест. Его очень интересно исследовать, и в него веришь. Хочется облазить каждый уголок в поисках новых боссов и секретов. Когда вас по квесту с вашей командой посылают в какую-то жопу мира, и вы должны туда идти минут 20-30 реального времени, то этот поход воспринимается как отдельное приключение, ибо по дороге с вами много может чего случиться, пока вы наконец дойдёте до своей цели. И графика, пусть она и не самая технологичная, но она отлично работает на атмосферу. Освещение придаёт игре очень реалистичный вид, а ночь тут реально темна, и без фонарика вы ничего не увидите, а с ним вы увидите только то, что вокруг вас в радиусе пары метров. И вот из-за этого путешествия в ночи, они особенно напряжённые, потому что вы не видите, куда идёте, не видите, кто тут есть вокруг вас. Только маленький островок света своего фонарика и фонарика ваших пешек. Дизайн игры тоже работает на атмосферу, и местами он мне напоминает своей мрачностью Игру Престолов. Короче, атмосфера в игре очень густая, и прям действительно производит впечатление, однако она не является главным плюсом игры. Самая сильная сторона Драгонс Догмой, это, конечно же, геймплей. Причём он гениален в своей простоте, не сильно заморочен, но при этом довольно глубок. Бывая система динамичная и гибкая. Прокачивая каждый класс, вы собираете такой билд из доступных скиллов, потому что брать с собой можно всего 4 скилла. Но этого вполне достаточно, чтобы сражаться с врагами, и из-за этого же один класс может играться совершенно по-разному, в зависимости от скиллов, которые вы с собой взяли. Кроме того, вы можете сменить класс спокойно, по мере прохождения. Попробовали поиграть магам, не понравилось, пришли на вора, я вот так и сделал, собственно. И, конечно же, никто не мешает вам вкачать вообще все классы, и просто переключаться между ними тогда, когда вам захочется. К прокачке в игре работает так, что вы не можете вкладывать очки в статистику, она повышается автоматически вместе с вашим уровнем. Плюс вы можете прокачивать свое снаряжение для увеличения статы. Помимо боев в игре также найдется место и стелс-миссиям со слепыми противниками, головоломки тоже имеется, и даже платформинг есть. Однако боевая система, наверное, самая интересная, что есть в игре. Она, как я уже говорил ранее, больше всего напоминает Monster Hunter, раскрывается, конечно же, во время боев с большими боссами. На боссов можно залазить, чтобы добраться до их слабых мест, плюс в битве можно использовать различные стихийные эффекты, обливать противников маслом и поджигать, морозить и так далее. Все это тоже придает боевой системе вариативности и разнообразия. И в довесок ко всему этому замечательная система пешек. Пешки во время боев очень вам помогают, и помогают совершенно по-разному в зависимости от их класса. Кто-то хилит, кто-то дает вашему оружию магические свойства, кто-то атакует издалека, кто-то сблизи. Все это максимально круто играется, и я даже не могу подобрать игру, которая давала бы похожие ощущения. И сама система пешек очень оригинальна и дает довольно интересный мультиплеерный опыт. Как я уже говорил, пешки это ваши напарники. Каждый игрок создает себе одну пешку, которая является его постоянным компаньоном. Мы, так же как и с главным героем, выбираем в пешке внешность, имя и класс. Прокачиваем пешку вместе с нами, прокачиваем ее снаряжение и так далее. Кроме собственной пешки, мы можем взять с собой в путешествие еще двух пешек других игроков. Вашу пешку тоже будут брать другие игроки. Чужих пешек прокачивать нельзя, поэтому по мере того, как у вас прокачивается уровень, пешек надо будет менять. Когда вы прощаетесь с пешкой, вы можете дать ей оценку и какой-нибудь подарок, который получит владелец этой пешки в своей игре. Пешки очень живо общаются во время ваших странствий. Если они находили со своим хозяином какой-то секрет или сундук, то пешка обязательно подскажет вам в вашей игре, где он находится. А если вы вдруг наберете в пешке одних мужчин, то они могут немножко вас побулить и намекнуть на вашу ориентацию. И вот это все вместе в совокупности делает Драгонс Догму 2 одной из самых интересных и увлекательных РПГ, из которых совершенно не хочется вылазить. Хочется жить в этом мире, исследовать каждый уголок и побить всех возможных боссов, зачистить все пещеры и вкачаться по максимуму. И поэтому я спрашиваю Капком, ну нахрена такой хорошей игре было портить репутацию, забив на техническую часть и выкатив огромный список донатов. Очень обидно за игру, хотя справедливости ради, я все-таки поругаю пару других моментов, не связанных с оптимизацией и донатом. Во-первых, в игру все еще так и просится кооператив, ну прям очень. Я так ждал вторую часть Догмы, надеясь именно на то, что нам дадут возможность кооперативного прохождения. Ну или хотя бы возможность играть за своих пешек с другими игроками. Это было бы вполне логично и никак бы не меняло основную идею проекта. Почему Капком этого не сделали, я не знаю, у меня нет ответа. И если честно, это очень-очень сильно расстраивает. Во-вторых, напоминаю, это японская игра. Японские игры обязательно должны обладать какой-то долей духоты. Чтобы вот прям вот не могли вы насладиться игрой в полную мере, да, чтобы вот немножечко вот вас побесить. Это я и прогрин каких-то предметов, например, для прокачки. Причем купить эти предметы из-за реала нельзя, нет, не думайте, что это сделано для того, чтобы вы заплатили бабла. Нет-нет-нет, это просто японская игра. В них всегда было и остается вот это вот дрочиво. Еще один душный момент, это то, что, например, в игре нельзя плавать. Эту особенность они, конечно, попытались объяснить лорно, мол, там рассол, какие-то существа тебя жирают. Но по факту это просто какая-то отмаза, что, мол, вот, нельзя плавать, и все, идите нахер. Из-за этого в игре приходится делать огромные крюки, идти где-то там в обход, хотя ты видишь свою цель вот прямо перед тобой через каньон. И это все немножко раздражает, хотя, конечно же, не критично. А что действительно критично, это то, что в борделе нету кассцен с сексом. Я плачу 20 тысяч золотых, чтобы мне ничего, блядь, не показали, и просто дали мне какие-то бесполезные бафы, которые исчезнут очень быстро. Вот это, я считаю, максимальное наебалово. И что же мы имеем по итогу? А имеем мы жадную капком, которая, несмотря на свою жадность и лень, наплевательское отношение к технической части игры, сделали одну из лучших игр года. И просто испортили ей репутацию на старте. Да, я знаю, что игру со временем оптимизируешь, что на донат можно забить и спокойно играть без него. Но я не знаю, зачем надо было запарывать игре старт. Она до сих пор в семье обладает смешанными отзывами, я, конечно, думаю, что она со временем оттуда вылезет, потому как является действительно хорошей игрой, пусть и не прям для всех. Но капкому теперь вот надо отмывать ее репутацию из-за своей лени и жадности, оправдываться, выкатывая извинения, заверять, мол, мы все починим, а донат ни на что не влияет. И хотел бы я тут сказать что-то вроде, ну вот теперь капком на своих ошибках научится, но я совершенно в это не верю, потому что мне кажется, что современные издатели просто не способны учиться ни на своих, ни на чужих ошибках. Представлены не игре, а лично капкомовцам. Оптимизация плохая, но не смертельно ужасная. Играть можно, главное драйвера обновите. Донат есть, да, но он вообще не влияет на игру. Можно про него просто забыть и наслаждаться ей. Знаете, что капком обосрались не с игрой, капком обосрались еще раз со своей жадностью и ленью. И просто испортили игре репутацию. Я все же считаю, что такие промахи надо критиковать, что надо ругать донат синглплеер на игре за 70 баксов, что надо ругать плохую оптимизацию. Хоть мы и начали уже привыкать к подобному старту у крупных ААА тайтлов. Но за хорошую игру мне все же немного обидно. Пишите в комментариях, что вы думаете про жадных капком и про эту замечательную игру или не замечательную, как она вам вообще играли, вы не играли, будете играть, не будете играть. Я читаю все комментарии, можете лично в этом убедиться, я еще всем отвечаю. Всех лайкаю, такой вот молодец. Пожалуйста, проверяйте актив. Ну и если вам все понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, приходите на твич, в телегу к нам тоже заглядывайте, чтобы не пропускать новые видосы, чтобы не пропускать старт стримов. Буду всех там очень сильно ждать. Ну а на сегодня это все, с вами был Мародер 120 Гигабайт, жестких всем респектов и хороших игр. Йоу!